поедем сейчас белочек кормить белочкой ну нет не самой белочка семечками белочка вот как-то это прям совпало еще и баллы здесь получай при заводчим сортажки парк сортажские каменные палаты до туда нам посмотрим сколько ехать 21 километр ну думаю саму поехал как бы снимать не буду это северо-восток получается екатеринбурга сарали наконец встретились год спустя тебя болел ну такое ощущение что год спустя а уже с дом купила машину сменил на мерседесе ездит на нос не ладно так направляемся каменным палатам шортажского парка смотрите тут рынок поставили машину возле торгового центра вот напротив таких вот муравейников каменной палаты вон там уже вид сейчас дорогу тут и там перейдем и собственно туда зайдем в общем идем сегодня гулять легкий вентилировать как шортажки лесной парк у дорогу мы долго переходили долгие стафоры и сразу же он дорога вверх есть дорога налево есть вверх каменная палата проверка для легких после болезни пойдем туда и кстати блин вроде 0 минус один они ведь сильный капец и холодно дальше наверх пойдем сразу же посмотрим что там тут и ступеньки ты такие каменные крутые ух ты тут опасно блин скользко садыку голубь жирный ходит но родина уже куда-то в пещеру спряталась вот они каменные палаты смотрите какой лет пойдем забираться надо осторожненько что не поскользнуться и не убийца здесь то прогулка для здоровья окажется травма опасный я нормально чем горку забрался не не вздохнулся вроде торпеда это мне значит напоминает мы с тобой тогда-то ездили по деревням или заехали вот такая же подобная скала все дальше на санках кататься я просто так сказала тут санки прикольно скамейки есть он в общем пойдем в лес углубляться белок искать блюдо штуку и тут реально надо на санках тебя катились я не сказал наверно но это все город екатеринбург парк шарташки вокруг озера озеро шарташ блин он огромный на самом-то деле тут можно долго гулять люди он на лыжах есть тут лужня даже есть летом наверно по-своему красиво белки мелочки а можно пакетом шуршать необычный код слепа слышит что пакетом шуршит значит пора хавать бежать хозяина вот может здесь также скамеечки мусорки есть это не лыжня это просто как бы тропа и по ней человек едет понятно нам еще знать куда идти направо налево будем туда вот направо в горочку тарапа прям такая прям лесная зимняя эти тут белым бело все снегом на мило колясочники ездят как колясочники имеется ввиду детей катают мамочки сбоку ягодки можно покушать витаминчиков будешь пробовать не хочу вдруг мега супер полезная ягода так и шутим ну птички наверно но так-то прикольно идешь вот смеж кустов ягодных уральский виноградник дикий дышь конечно здесь хорошо запаха большого города нет повсюду куча кормушек но белочек пока нету тут еще это много всяких тропинок всяких ответвлений вот сейчас в одном из них пойдем заблудимся наверно шли-шли какую-то неведомо непонятную штуку нашли что это хотя написано что туда ян посадский в году великой отечественной войны сверлос был центром радио сссср здесь находился самый мощный в стране радиопередатчик 1941 году в обстановке стража секретности сверловской радиостудию приехал диктор юрий левитан который получал информацию соен форумбюро из москвы по телефону таким образом знаменитые левитанские слова внимание говорит маска на самом деле звучали из сверлоска вот так вот ребята хочу за коряга там полка да и там и сям что тут такое готовили шик тут короче куча горочек детишки качая катаются мамки их зовут кричат идите на эту горку идите на ту горку они таки не хотим вот вот там стоянка какая-то машины стоят на самом деле есть по яндекс картам посмотрел лесопарк огромнейший то есть мы прошли только малую часть здесь есть дорога здесь есть стоянка мусорка я даже не знал ну и ладно больше погуляю а там дальше уже какие-то здания так мы наверно по направлению к озеру идем я думаю с арташком фига тут железная дорога есть однако вот интересно это чудо железка это не с парка аттракционов ли ты это поиск который детей катает широкая так не узкоколейная стаффорд там есть детскими казалось узкоколейная над челябинске векатернбург не помню пишите кто знает подсказывайте белки то где блин чумен есть не хотят никто кормушек много но там одни птички какому-то объекту пришли ну тут судя по всему лазил к детей и взрослых маршрутов от 150 рублей высота от полутора до девчонок а вот так называемая тарзаночка не в лесу хорошо ветра нету так-то слышно ветра дует он вокруг в городе на перекрестке на каждом вообще жуть холодно здесь прям классно без ветра но сейчас мы к озеру подойдем там наверно ветер будет приличный посмотрим веревочный парк эльф открыто для детей и взрослых маршрутов 150 рублей высота от полутора до десяти метров скалодром более 50 разнообразных пытаний высокая безопасность переключения рядом вот так вот здесь тоже дорога ё-моё а чё я не знал да так вы могли здесь проехаться они прогуляться ладно на найдем ну да там он озеро на на козер как-нибудь ведь он сейчас белая все но все равно вот она озеро шарташка переход переезд по льду запрещен вот так вот меры безопасности там спортплощадки каток среди сколько рыбаков сидят а там он прямо лед пилит видимо для угородка собирают ледового слышите пилой так вот окна по озеру мы не пойдем то холодно будет достаточно галочку поставили на озере побывали купаться не искупались хотя там можно где лед наверно моржом будешь нет пойдем тогда обратно ну не обратно дальше в общем я посмотрел на все происходящее сверху с яндекс карт всякие эльф парке там еще какие-то короче вот эта улица отдыха и дорога достаточно длинная там километров 6 она длится и я принял решение короче сейчас возвращаюсь ему два километра то что все возвращаемся за машиной и проедем с другой стороны улица отдыха заедем она как будто вековая и это все это дело за снимем там где-то остановимся еще прогуляемся хоть рука согреется рука замерзла белок пока не встретили то есть вот такой вариант событий я предлагаю не то что предлагаю короче уже мы его реализуем так сказать кстати борта осиного сосновой он как я от иду кричу белки как их звать то белочки игру на семечки достать и пакетикам шуршать они наверно выйдут девочки страны овраг пойдем посмотрим и чудом интересно в овраге прыгай будешь прыгать будешь а чё столько шли к нему километр почти а тут кстати лужья какая-то тупикова есть а там скамеечка тут камни типа тут видимо летом тусовались люди пати вечеринка происходило видите домики для отдыха ладно идем дальше сюда машины пытаемся дойти нам далеко еще пошли мы в общем какой-то козий троповый но кстати скажу что это все-таки энергия у меня заканчивается слабость капец этой болезни прям отведешь сил не муж конечно 2 дыхание проснется на что-то как-то рано рано энергия покидать стало меня пипец можно искать старый старость не радость может я постарел резко на 40 лет после болезни и стал дедушкой блин на пенсию бы мне так бы классно на пенсии ролинка тысяч блин ты дерево что ли обгрызгла кушать хотела ну ладно а чё так сзади меня вошла то что страшно стало не ничё белок ищу белки девы четыре ну куда тропы ваш непонятно ладно главное идется вроде правильно если окольными путями но куда-то приходим видите там уже много этажки появились горка вон камни белок нету лингре хорошо что белок не это плохая примета среди белку чё ж плохого достала семечка захотела погрызть давай давай мы покушаем тоже ну на кормуха ой там что-то все замерзло там орешки фундук лежит семечки еще одну закладку что хочешь сделать ради кремль с семечками мало мелкие акуптички еще полнички есть чайок можно заварить способом забыть и домики семечки нас его да здесь покруче едать у той семки блина намного покруче смешная собачка такая это низкая посадка коротколапкой ну это же какой-то это прям породистая собак подтолкнет тоже хочет пришли обратно к скалам пойдем вдоль скал тут даже подобие лесенок кстати семечки вкусные вот эти белочка сейчас попробовал мне он нравится джин у нас в челябинской области делаются и вот белочка прикольно тоже оказалось прям вкусненькие такие но я беру не соленые соленые я не люблю листики еще остались или это не листики это вертолетики помните в детстве вертолетики пускай белки но из рукой покормишь это голубь и такой важный важный голуб вот и белка detected как говорится вот она красиво сидит ты вот так вот уставляй ну ладно ух ты не сейчас я на семечках прикольно ну вот это вкуснее а семки будешь семки белочка нет села да она она будет съесть ах ты какая цепляешься ах ты какая цепляешься ах ты какая цепляешься ах ты какая цепляешься да ладно а чё попу то я тебе буду снимать то твою прикольно белка села вон она станет может кто-то популяк вот он вот здесь где же больше наелась и диму как же запасы пополнять точно роют он надо еще одну голодную искать точно еще одну у них может по как после здесь меняется поздал пост принял такая потихоньку вижу вот вообще классно села и задом не повернул и смотрите он не может вылезти как он застрял нет вылез да ладно ладно тебе ничего не сделаю грызи грызи я тебе не мешаю это слетел он белки еще бегают тут короче их три бега это же короче семки не не очень хотят орешки хотят и тут мы конечно что семечками мы лоханулись белочки там только по орешкам ударяются нынче он там маленьком песочке нужно купить ну и ладно и голуби жирные где бы голуби от семечек все-таки залезли в шоке был ну ладно сейчас едем дальше сейчас навигатор настраиваю настроил начало прямо этого парка пять километров по дороге ну прилично проехали пять километров тут свернули на узкую дорогу как свернули навигатор ведет разъезжаемся тут статическими разъезжаемся домики деревенские сейчас мы должны въехать прямо вот на улицу отдыха это прямо вот прям шартовский парк а вот все это время которое мы ехали пять километров справа у нас вот шартовский парк и был то есть он ну лесопарк он большой достаточно улица отдыха номер 8 нет наверно жилой дом очень написано эрмитаж гостиницы эрмитаж территория счастья беседки с мангалом банкетной зала кафе летний бар выкат к озеру мыс рундук вот так вот шартовский лесной парк это оказалось проезда нет сейчас объедем по-другому проезду так заехали с другой стороны все-таки по знаку и все такое сейчас посмотрим а проезда нет тоже такси ездят ну вообще решили проехать посмотреть фонари тут такие интересные буквой г домики коттеджики достаточно большие я понял туда для людей вообще по идее наверно сделано тротуаров как бы как таковых нет вот как тут разъезжаться народу друзья мы до сюда шашлыки наверно да стоянка какая-то база елка он стоит ух ты там что прикольно потом сходим спортивная база кировского района улица отдыха 111 три днерки тут уже шашлычками запахло нам очень вкусненько как пахнет в этом здании находится кафе администрация спорт базы каток есть парк зона отдыха взрослых идей выгул собак запрещен ну и хорошо для собак он целый лес есть горка прям такая в озеро выходит круто качельки каток скамеечки рыбаки повсюду конечно как без них же уже прикольно горка то длинная вот есть для мелких совсем мелких он а есть для больших совсем и погнал туда далеко и надолго ты не умеешь когда кататься все это как это легко и ты встанешь тебя подтолкнуть это научишься ну почти он девочка и что же учится упал ну коньках легче чем пла хотя нет плавать легче учиться я тоже сбрасываете жить то хочется раз за барахты смотри разведение костров запрещено везде дым но это из домиков везде пахнет жешлаком веку дядька здорово стоит ногу чешет но посолен с лошадкой то он огромный громадный опа хотел укусить и такой типа не причем васил зовут прикольно короче смотрите сейчас узнали он людей вот такой домик да там рядом мангал притом домиков тут много и возле каждого мангала по часовая оплата 650 рублей час стоит администрация там сзади то есть оплачиваете еще отдыхаете там на пять часов заплатили внутри наверно столики есть что там ну все необходимое тут он беседочка есть так то прикольно попали в домик до внутрь тут что-то строится в общем для любителей отдыха тут нормально кстати мы тут ходили уже мы до сюда дошли тогда так что все обратно и поедем сейчас выйдем той дорогой ну да детская площадка жизнь видите там домик продолжается короче надо отсюда быстрее уходить ибо я уже голодный такие запахи так-то эту думаю человек 10 по месяцами с рулем в таком домике здоровый важный верблюд махнач такой здоровяк сейчас проедем полностью вот эти улицу отдыха соответственно на выезд короче мужа голодные холодные и голодные как-то не холодно на улице вы видите минус один но блин ветер на сквозь продувает в открытых местностях особенно и потом поедем в торговый центр но это наверное отдельно уже сниму по торговому центру прогуляемся ну да кто исходим он здоровый вермол называется но как-то проезжали ни разу там не был почему не пустит то что у меня каркад занят все равно пусть еще на 1 1 при кто мне поставил паспорта им не буду показывать кто таки охрана какая-то забор делал то фигевая это чувство велом хором и круто кто-то живет совсем круто как-то непонятно чуть-чуть дорога машины перемешку скамеечки он есть то есть то ли это пешеходная зона то ничего ну вот отметим это остановка до получается или чуть но остановка как странно там домики либо за отдыха это как бы непонятно что-то сгоревшие там сильно дачи написано тёпло стоят и демон действующие машин когда она я правильно тут еду не больше 40 тут людей много выходит ездит бегает и так далее она все сейчас уже у нас выезд будет тут одна остановочка вот она была прикольно сделана виде турника какие-то лесенок то есть ну типа ждёшь а то вы сможешь по подтягиваться полазить ну ладно на этом я думаю все мы приехали там где мы не заехали спасибо всем огромное посмотрел недолго мы погуляли правда но все это из-за меня потому что видите как бы здоровья после болезни подшатнулась как-то так а сейчас голодный есть уже охота отдыхать время кстати два часа так по времени неплохо погуляли вот так что всем крепкого здоровья хорошего времени суток ну как бы всем пока по желанию подписывайтесь ну и как поняли да шарташский парк не только дело для прогулок хотя тут много можно гулять да ну и также для отдыха ух ты собаки нам набросились какие-то отходы для отдыха имеется ввиду шашлыком наверняка с алкоголем еще чем-то то есть домики есть озеро можешь порыбачить можешь на лыжах покататься можешь на коньках покататься короче все разнообразные все всем пока удачи удачи